Добрый вечер, это программа «На справде» в эфире телеканала Симон, меня зовут Владимир Мазур и сегодня мы вновь будем говорить о помощи армии. Прошел год антитеррористической операции, но наши ребята, наши военные по-прежнему нуждаются в помощи всего общества. Поговорим сегодня с теми людьми, которые, собственно говоря, эту помощь организуют и направляют непосредственно на передовую. С удовольствием представляю нашу гостью Марина Краснова, координатор помощи военным, фонд «Еды народы» на «Здрасте». Добрый вечер. Ну вот действительно прошел год с момента начала официального антитеррористической операции. Волонтерскому движению несколько больше, потому что там, по-моему, с марта это все еще начиналось. Сильно изменилась, в принципе, вот нужды, потребности армии, вот той армии, которая была весной прошлого года и той армии, которая есть сейчас? Ну, безусловно, все меняется. И то, что мы там еще год назад не знали очень многих вещей, да, вместе с военными, вот за год мы обучаемся. И обучаемся, ну, до последнего дня, вот сегодняшнего. Меняется, в принципе, само понимание армии, да, мы начали ее совместно возрождать из пепла. И будучи там 23 года мирным государством, не понимая, что вообще когда-то случится война на территории Украины, на данный момент, конечно, за год мы сделали колоссальный прорыв, но, к большому сожалению, он не закончен, не завершен. И мы также каждый день чему-то новому обучаемся, что-то новое узнаем, и потребности армии с каждым в нем не уменьшаются, а, к сожалению, только увеличиваются, растут, расширяются и дорожают. Становятся более разнообразными, это уж точно. Я вспоминаю, опять же, когда это все начиналось, это весна прошлого года, наверное, еще зима прошлого года, фактически было еще довольно холодно. В принципе, сама вот волонтерская помощь выглядела таким образом, что давайте соберем там, не знаю, консервы, сигареты, там что-то вот такого рода, отвезем нашим ребятам, которые вот там вот стоят в какой-то части, где-то на границе или еще где-то. Прошло время, разобрались в том, как устроены бронежилеты в их классификации, где брать кевларовые каски, какие берцы хорошие, какие плохие, тепловизоры, оптика и так далее, и так далее, и так далее. Это все здорово и хорошо, что в этом разбираются волонтеры, но не создает ли это, ну, некого такого успокоительного отношения, собственно, в службах снабжения в самой армии? Потому что есть волонтеры, и чего тогда, собственно говоря, этим всем заниматься? Вы такое вот чувствуете на себе? Наверное, все упирается в то, что есть некие еще, скажем так, запреты, да, образные, то есть это вот нормы довольствия. Очень многого не положено, очень многое не изменилось, не реформировалось из того, что действительно посмотреть там, что нужно в бою, да, что нужно на передовой, на первой линии там обороны, первой линии фронта, и что по существу положено. Мы сталкиваемся очень часто с ситуациями, когда мы привозили ту помощь, которую солдату, в принципе-то, и как бы он не должен ее иметь. Но мы понимаем, что стоя в мороз без термобелья, да, как бы никто не будет смотреть на норму, и оно все равно нужно. Все равно нужны берцы на меху, да, все равно нужна оптика. В принципе-то и тепловизоры, по большому счету, им не положены, но без них невозможно идти в разведку, невозможно держать линию обороны. Ну, собственно говоря, если говорить уже о средствах разведки, то беспилотные летательные аппараты – это вообще совершенно что-то, да, из области фантастики, не из нашей армии, не из уставов. Вопросами о норм довольствии, если я не ошибаюсь, занимались как раз те из волонтеров, которые в свое время вошли в структуры Министерства обороны, там пытались что-то решить. Вы с этими своими коллегами держите ли связь? Ну, к сожалению, конкретно наш фонд нет. Да, мы отчитаем новости там на фейсбуке, да, на порталах, следим за этим, потому что тоже для нас это важно. Но вот существует некая такая отдаленность Киева от Харькова и такое негласное понимание, что волонтеры, которые зашли в тот волонтерский десант, не все, да, но некоторые, немножечко отошли от того, с чего начинали, да, от помощи в поля, образно говоря. И ты понимаешь, что все равно очень сложно совмещать вот такую обычную, да, работу перевозчиков, как мы называем, да, ну, грубо говоря, в большой степени мы выступаем перевозчиками помощи. И работу там, вот в этих колуарах, да, но, тем не менее, она тоже нужна, потому что очень многое нужно менять изнутри, очень многое нужно реформировать для того, чтобы дальше был прогресс и дальше это все не утопало, а возрождалось еще с большей степенью. Ведь за год мы, по сути дела, возрядили то, что очень долго было потеряно. Это уважение к армии, это восхищение армии, восхищение героями, да, мы видим новых героев. Причем эта линия прослеживается не только вот там в зоне АТО, да, она прослеживается еще и в политике. Ведь выборы 14-го года парламентские показали, что вошли командиры, да, то есть, возможно, ну, не стоит давать таких прогнозов, но, тем не менее, появится новый какой-то политический класс элит. Ну, по окончанию операции, возможно, опять же. Вот, кстати говоря, раз уж вспомнили о выборах, давайте тоже немножко об этом совсем чуть-чуть поговорим. Во время выборов, ну, в этой студии, ну, буквально через одного, что называется, кандидатов, депутатов, практически все были волонтерами. Я не знаю, не хочу ни на кого наговаривать, как сложилась судьба в дальнейшем, судя по информационным каким-то материалам, в тех же новостях и так далее, как-то после выборов это все исчезло. Как бойцы относились к тому, что появляются какие-то непонятные какие-то люди, да, вот, как правило, с камерами, да, вот, под камерой раздачи и все такое? Ну, опять же, хороший информационный повод был, да, новая свежая какая-то вот кровь, ну, образно говоря, опять же, которой все воспользовались. То есть, там, какие-то старые политические методы, они были уже, конечно, не востребованы. Появилась война, почему бы на ней себя не продвинуть? Действительно, перед выборами был очень большой всплеск, были камеры, но порой доходилось до смешного, когда привозили, там, 10 аптечек на полк, да, отдавали, но при этом бойцы стояли с ними, фотографировались, говорили спасибо. Были такие, что не предупреждали, что они кандидаты в депутаты, привозили, опять же, фотографировались, размещали во всех газетах, после, ну, там, ребята находят свои фотографии на каких-то там источниках, говорят, ну, мы даже не подозревали, что на нас могли вот так вот сыграть. Но после выборов волна волонтерства, так скажем, кандидатов, она не то, что упала, она, в принципе, сошла на нет, остались там какие-то исключения, некоторые, возможно, кто продолжает помогать, но чаще это все-таки похоже на информационный повод, когда человек создает вокруг себя антураж и показывает, что да, он там помнит о бойцах, какие-то фотографии с военными, там, что-то, ну, понимаете, сейчас фронт настолько все равно нуждается в помощи, причем различные, начиная там от носков, нижнего белья и продуктов питания, заканчивая дорогостоящей техникой, и ты просто не понимаешь, как тебе расставить приоритеты, потому что одно подразделение у тебя просит новую форму, второе берцы, а третье, говорит, мы стоим там на передовой, на первой линии, да, без саптических приборов, и ты понимаешь, что ты не можешь оставить его без вещей, которые нужны. Но помощь, тем не менее, она не заканчивается, то есть ее потребность возрастает с каждым днем. Ее нужно все больше, да, это понять, тем более, опять же, сейчас демобилизация, мобилизация, люди приходят новые, да, и фактически, в принципе, все, опять же, нужно, ну, не все, может быть, но многие вещи с нуля, да. Ну, в большей степени, да, в большей степени с нуля и создаются и блокпосты, которые нужно переоборудовать, да, и там хозяйственные условия ему создать, чтобы он мог все-таки как-то там и постирать свою форму, да, и отдохнуть, то есть это все, опять же, вот по новой. То есть такое, ну, создается впечатление, что с каждой новой ротацией мы будем заново все это поставлять. Все по кругу проходить. Почему возникает, опять же, все-все-все время одни и те же вопросы. Я понимаю, что, ну, был какой-то период, наверное, просто чего-то физически не хватало, прежде всего формы, наверное, что если посмотреть, опять же, там, весну прошлого года, да, полное вообще разнообразие всех форм, расцветок, фасонов и так далее. Прошел год, на высшем уровне занимались, там, гуманитарные какие-то грузы приходили из Канады, еще откуда-то, откуда-то. Опять возникает проблема с формой. Почему такая? Ну, проблема в том, что как нужно минимум два комплекта бойцу, да, для того, чтобы он хотя бы мог переодеться и привести второй комплект в порядок. Во-вторых, сейчас официально выложил Бирюков о том, что Министерство обороны только через два месяца сможет утвердить ткань для пошива новой формы. Та ткань, которая отшивалась у нас в сентябре и октябре, ее признали непригодной. Которая активно клеймили, что она, там, буквально от малейшего, там, искра. Да, 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 она возгорает. Ну, стоит признать то, что любая ткань горит, да, нет не горящей ткани, но есть те проценты хлопков выше, да, и то, что позволяет ей плавиться, а не гореть. И, в принципе, спасает жизни ребят. Поэтому потребность в форме колоссальная. Также один комплект он не спасает, да, он проводит время, там, на полигоне, на учебке, приезжает в зону АТО, этот комплект приходит уже не в пригодность. Плюс условия, которые находятся там в форме, это его вторая кожа. Он ходит в ней практически, там, 20-22, ну, 22 часа в сутки, да, не меньше. Поэтому, понятное дело, что это та вещь, которая ему нужна постоянно. С герцами та же история, насколько я помню, да, с погодой там и все. Да, еще хуже, потому что за ними нужно не только, как бы, их найти, но еще и следить. Это не всегда возможно в тех условиях, да, крем для обуви не на всех, как бы, городах продается в зоне АТО. Поэтому его тоже поставляем. Но, тем не менее, зависит также еще от отношения самого человека к тому, что ее привезли. То есть были моменты, когда одну и ту же партию обуви мы поставляли в различные подразделения, и там одни подразделения проходили в ней зиму, да, и она прослужит еще одну зиму, если война не закончится, а другие через два месяца просили новое, потому что полопалось. Это все зависит опять от обращения. А вот обращение, давайте вот этот момент, я понимаю, что там есть, наверное, какие-то вещи, о которых рассказывать нельзя и не стоит, но, тем не менее, как вы собираете вот эту, собственно, полную детальную информацию, где, чего и как надо, на каком уровне это все, в принципе, происходит? Ну, изначально поступает информация, скажем так, от рядовых, да, бойцов, которые находятся на постах, с которыми мы контактируем. Далее мы выходим на вышестоящее руководство, да, там командиры рот, взводов, полков, и до комбрига непосредственно обсуждаем. То есть понятно, что есть моменты, когда ребята там просят чуть больше, чем возможно и чем надо, но эти потребности усредняются и привозят, действительно, только то, что вот необходимо на данный момент, на данную ситуацию. То есть можно, конечно, просить каждому и тепловизор, но понятное дело, что не каждый с ним даже обращаться умеет. И не везде он нужен. Вещь дорогостоящая, и она, в первую очередь, направляется туда, где существует, ну, реальная опасность, да, и необходимость. Но, тем не менее, ситуация стандартная. Когда вот сейчас, собственно говоря, тоже в эту четвертую частичную мобилизацию, когда призывают в армию человека, да, у него начинается легкая паника, там, либо он сам, попав в учебку, либо его родственники начинаются, у него нет того-того-того-того, у кого это есть все, у волонтеров, да, и все сразу к вам получается. Да, сталкивались с этой ситуацией неоднократно. Сначала звонит, ну, там, перепуганный боец, далее передает телефон своим родственникам, и они просто начинают, ну, паниковать, требовать невозможного. Есть еще такое понятие, что дорогая вещь самая лучшая, не всегда. Опять же, нужно смотреть на то, какая специальность у бойца, да, чем он будет заниматься. Часто, там, просят полностью одеть его фактические, какое-то мандирование, не понимая, что ему даже это будет не то, что не нужно, а неудобно. Конечно, в этих ситуациях мы, ну, проговариваем, успокаиваем и понимаем, что там ни на учебке, ни везде нужен бронежилет, что поедет он на передовой, ему его, конечно, выдают. Слава богу, с бронежилетами обеспечение есть. А то, что действительно мы можем помочь, да, там какие-то специальные, там, налокотники, наколенники, фонарики, ну, вот что-то такое специализированное. Об этом, ну, безусловно, помогаем. Но, опять же, вот пошла тенденция, что волонтера там или обязан, или он там предназначен для вот этой миссии, да. К сожалению, как бы мы, там, ну, как бы вольные, да, люди с одной стороны. Люди доброй воли вообще. Да, и прежде всего, то, что мы, да, то, что мы делаем, мы делаем за общественные средства. Нужно это понимать, что мы не можем деньги, которые нам принесли, да, которые мы собрали, или кто-то пожертвовал, парить на одного бойца. У нас еще есть таких, там, тысячи, да, десятки тысяч. И всегда мы исходим из того, что мы можем объемом перекрыть, да, то, что нам необходимо. Мы выбираем и качество, и объем усредненное. Потому что невозможно купить, там, на одного бойца полностью его одеть, там, дорогостоящий, а второй, извините, будет стоять в рваных носках. Ну, это не годится. Так, давайте тогда поговорим вот еще о чем. Ну, частично уже так вот затронули вопросы волн неких, да, вот когда возникает, скажем, какая-то сумма, там, вот, или количество людей, которые готовы помочь, когда их становится меньше. Вот сейчас, если говорить о динамике, как обстоит ситуация, вот насколько люди активно, насколько массово тоже интересно участвуют в этом движении. Ну, тут нам, конечно, помогает, если так говорить, просто телевизор. Во время Добальцевского плацдарма, январь-февраль месяц, конечно, были рекордные суммы собраны в рекордные сроки, и помощь приносили ежечасно. То есть это были и различные суммы финансовые, да, это были и переводы на карту, и люди звонили, спрашивали, что необходимо принести, и сами приносили. То есть двери в офис не закрывались, вот, с раннего утра и до вечера. Более того, в момент Добальцевского плацдарма мы оказались в ситуации, когда к нам обратилась Артемовская больница за помощью, та, которая осталась, в принципе, первой принимающей, и тогда было принято решение, что необходимо помочь медоборудованию и медицинскую помощь оказать. В тот момент нам удалось буквально там за один день собрать недостающие медицинские препараты и буквально там на следующие уже отвезти. Конечно, всплеск был колоссальный, причем это прослеживались по всем фондам, по всем лотерским группам. На данный момент, когда существует ситуация, что заключены мирные договоренности, да, не такие там сильные обстрелы, ну, это то, что показывает нам картинка с экрана, помощь в разы уменьшилась, если не сказать, что, в принципе, исчезла и сошла на нет. Ну, это ведь достаточно условное перемирие, насколько я понимаю. Вы бываете на передовой, да? Да, но буквально там каждое утро мы созваниваемся с бойцами, и есть неприятные моменты, когда у нас есть и 200-е, к сожалению, сейчас, и 300-е, да, и мы понимаем, что вот сейчас момент перемирия условного, когда мы можем, наоборот, укрепить позицию, да, снабдить ее тем, что необходимо, а не тогда, когда будет уже какая-то непоправимая ситуация, собирать института помощи. То, что было с Дебальцевой, то, что было с Артемовской больницей, когда нужна была там техника еще на вчера, но мы ее везли там через неделю, ну, потому что не было возможности такой, то есть все все равно время. Вот сейчас, в данный момент, мы занимаемся Попаснянской больницей, на базе которой оборудуют госпиталь. И цель, в принципе, оборудовать вот такие крайние больницы к линии фронта и предупредить ситуацию. Есть несколько заявок, это и Мариупольское направление, и направление сектора А в Новом Айдаре. И мы очень надеемся, что помощь будет оказана своевременно, своечасно, и мы спасем тем самым из жизни бойцов и мирного населения. То есть сегодня как раз и есть то самое вчера, на которое все это необходимо, да, расхолаживаться, в принципе? Нет, ну, как бы звонки с передовой не прекращаются. Никто не позвонил и не сказал там, все, нам ничего не надо, спасибо, у нас все хорошо. Нет, они поступают просто как бы, ну, ежечасно. Буквально там сегодня с утра принесли уже две заявки от различных бригад. Вчера мы вернулись с передовой, у нас список на заказ на форму, на берцы, на хозяйственные предметы, то есть он нескончаемый. Мы, в принципе, отвезли два буса, да, два трехтонника, и, в принципе, можно собирать по новой, отвозить, лишним не будет. В каком виде, в какой форме, в принципе, люди могут помочь? Я знаю, не у всех есть, наверное, и деньги, может быть. У вас всегда есть обновленный список потребностей, то, что могут принести. Сейчас, в принципе, важно абсолютно все, начиная от медикаментов противогриппозного характера, потому что, несмотря на то, что потепление, да, ночью очень холодно, и все равно есть простуды. Мир весьма условный, я бы сказал, да, пока что так. Меняется там по медикаменту то же самое, это средства от аллергии уже начинают просить, спреи от комаров для разведчиков. В принципе, можно каким-то, да, условным там товаром помочь спросить, можно помочь прийти руками, у нас постоянно происходит фасовка борщей, мы какую-то консервацию передаем, передаем выпечку домашнюю, то есть мы принимаем любую помощь. Но, конечно, сейчас остро не хватает финансовой, потому что есть определенный там перечень того, что необходимо, и ты от этого никуда не денешься, да. Начинают там даже строительных материалов, чтобы укрепить блокпост новый. Это гвозди, молотки, топоры, мешки строительные, это все мы ребятам привозим. А что касается вещей, ну, так или иначе, я так понимаю, что должны они были неминуемо, должны подорожать, вещей, которые закупались где-то там, да, за рубежом. Та же форма, да, хоть она там и... Да. Да, вот импортная, там, берцы и так далее, там, приборы, это все вообще в разы тоже подорожало, получается. Ну, от импортной одежды мы отказались, буквально там еще вот осенью, потому что с повышением курса доллара, конечно, было невозможно закупать то, что там стоило в разы дешевле месяц назад. Приняли решение, у нас работает цех на отшив формы, как бы, ну, все равно получается дешевле, закупается ткань, которая проверенная, которая не промокает, пропускает воздух. Точно так же мы поступаем и с берцами, то есть, и, в принципе, ну, поддерживаем каким-то образом отечественного производителя, потому что это все харьковские цеховики, да, которые, там, переформатировались и построились под военное время, но, тем не менее, люди тоже патриоты и по минимальной цене отпускают товар, там, ввиду того, что только затраты на саму, как бы, там, продукцию, да, из чего шьют, и, там, какое-то минимальное вознаграждение швеем. Ну, а что касается помощи, например, со стороны тех же, не знаю, властных структур, да, вот я не говорю, там, о помощи, скажем, промышленных каких-то там штабах, там, цех и так далее, я говорю о тех же стройматериалах, вот, на днях, буквально вчера, если не ошибаюсь, говорили о том, что Харьковская область участвует так или иначе, и строительная организация Харьковской области, как подрядчики участвуют в построении, там, 31 объект, если не ошибаюсь, в Луганской области строятся опорные пункты, взводные здесь, ну, то есть, ведется какая-то работа, обращались ли вот за помощью туда? Ну, к сожалению, нет, как бы, строительные компании не имели с ними никакого участия, только частные, какие-то небольшие, которые там что-то приносили, там, от себя передавали, но, опять же, есть отдаленные посты, да, куда, я думаю, помощь вряд ли довезут, ввиду той же безопасности, вот мы столкнулись с этим в время Дебальцевского плоддарма, когда очень многие поставщики и оборудование отказались везти его непосредственно там, в Артемовск, хотя, ну, в Артемовске было безопасно, у нас был случай, когда передавали помощь для ребят в Краматорск, после обстрела Краматорска тоже очень многие отказывались ехать и везти, поэтому опорные пункты, да, но я думаю, что это где-то, наверное, ближе уже к хоренице Харьковской области. Опять же, строим материалы, мы очень часто просим, очень часто бьемся с тем, чтобы провести акцию там в строительных магазинах, да, на выходных, выйти и попросить каждого там хотя бы там по молотку какому-то гвоздю принести, это будет уже колоссальная помощь, но, к сожалению, никто не идет на встречу, Из магазинов, да? Да, очень многие отказываются, да, ввиду какой-то безопасности, опять же, город в какой-то степени напуган, и, ну, некоторые супермаркеты там согласились поставить копилки для сбора средств, там, аптеки, аптечные пункты, но этого, конечно, не хватает, если бы возможность была вот выйти действительно к строимагазинам, собрать, то, я думаю, это в разы бы упростило жизнь волонтерскую. Ну, в какой-то степени можно, наверное, понять и собственников этих магазинов, потому что в последнее время именно волонтеры и пункты, где собираются помощь, становятся в том числе мишенью и для террористов, да? Да, это с этим невозможно не согласиться, но, знаете, одна из фирм, которая помогает, но хочет остаться в самом тени, директор фирмы, разговаривая с нами, сказал, что он, ну, понимает все ответственность, да, как бы там, что они делают, чем они занимаются, но, говорит, что лучше сейчас кормить свою армию, да, и помогать ей, чем там, в какое-то время чужую. Ну, я не могу сказать, что кому-то не страшно, да, или кому-то там, кто-то не думает о своей безопасности. У всех есть семьи, да, у всех есть близкие, родные люди, но, тем не менее, вот очень многие идут на риск, понимая, что лучше рисковать сейчас, чем получить ситуацию в Харькове, подобную Луганскую или Донецкую. Та же самая история в меньшем масштабе касается, наверное, и пожертвований обычных людей, да, вот, когда не кормишь свою армию, наверное, да, потом будет, упаси Господь, конечно, да, но потом может быть поздно. Вопрос последний, есть у волонтеров очень хорошая практика отчитываться публично о том, как были потрачены средства, да, вот зашли там на карточку, зашло столько-то от гражданина МВ и так далее, потрачено столько-то, вот чеки, вот он отчет, а вот что дальше, тот же вопрос, который так или иначе возникает в связи там с периодически появляющимися историями о том, как в каком-то там ломбарде там в Виннице всплывает тот же тепловизор и так далее. Контролируете ли вы вот до конца, вот до последнего момента, когда там необходимые вещи уже переданы, остаются вот они там или нет? Да, безусловно, всю дорогостоящую оптику и технику мы передаем исключительно под акт ремой передачи и далее нам уже присылают отчетность, куда эта техника была направлена и к людям материально ответственной из этой части. Понятное дело, что, конечно, оптические приборы дорогостоящие хотелось бы иметь каждому бойцу, но не каждый может с ними обращаться, не каждому они положены. Поэтому то, что касается оборудования, оптики, исключительно через официальные документы и контроль над тем, кто получил, куда направил и где прибор на данный момент находится. Вы не обижаетесь только, ради Бога, что это такой вопрос. Такие вопросы. Нет, это правильно. Это гарантия того, что помощь дошла. Это гарантия, это правильно. Мы начинали с того, что были моменты, когда мы привозили дорогостоящие оборудования и просто передавали ребятам в руки. Но, к сожалению, после обстрелов техника приходила негодно, терялась. Поэтому тут то, что касается тех приборов, которые спасают жизнь, тех приборов, которые необходимы на передовой, они должны только под контролем передаваться, ввиду того, чтобы этим самым не дискредитировать военных. Потому что мы часто видим ситуации, когда что-то теряется, это уже вышло на огласку, на уровень общественности. Поэтому это ситуация, которую мы должны сами исключить ответственностью, в первую очередь, от волонтеров. То есть можно быть уверенным, что каждая гривна, которая пожертвована, она дойдет до бойцов в виде совершенно четких каких-то необходимых им вещей, продуктов, оборудования и так далее, и, в общем-то, быть спокойным за то, что ты, насколько возможно, ты участвовал в обороне. Да, есть публичная отчетность, и более того, без отчетности пропадает доверие, поэтому это первый пункт, который должен выполнять волонтер после обеспечения. Он должен понимать ответственность на себе. То есть человек ему доверил свои финансирования, неважно, какая это сумма, он передал свое. Он передал не для тебя, он передал на фронт. Ты в этой роли просто как перевозчик. То есть ты доставляешь, ты берешь на себя роль организатора и, скажем так, прибытие в конечный пункт. Поэтому, когда нам помогают люди обычные, мы всегда говорим, что это помощь как бы, ну, не нам, да, это помощь передовой, помощь ребятам, которые находятся там. И вот эту связь нужно сохранить, чтобы люди понимали, что по большей степени волонтеры это все-таки люди, которые действительно вот, ну, просто перевозчик. Ну, тут я готов бы с вами поспорить. Время, к сожалению, позволяет не просто перевозчики, за что вам, собственно, отдельное спасибо. Вы, вы делаете очень большое дело и очень нужно для нас всех. Спасибо вам огромное за то, что сегодня были в нашей студии. Спасибо, что смотрели нас сегодня. И, насколько я понимаю, расслабляться еще не время. К сожалению, да, вот война это надолго и война это дорого. Давайте как-то напрягаться. Спасибо, что смотрели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok